Здравствуйте, друзья! Сегодня на ужин я хочу приготовить жульен. Я вот сразу заинтересовалась, как мне правильно говорить? Жульен или жульен? Сказали никакой разницы. Оказывается, жульен это даже не блюдо, это способ нарезки овощей, то есть мелкой соломкой. Так придумали французы. Хотя и они придумали это блюдо, жульен. И они придумали подачу этого блюда в маленьких таких сковородочках, кокотницах, которых они запекали. Но поскольку в наше время, особенно в нашей стране, наши женщины с выдумкой у них все в порядке, и они уже придумали делать жульены на большой сковороде, чтобы всем хватило, или в каких-то других формах для запекания. Вот я придумала вот в такой, сделать запечь жульен. Но, как я понимаю, самое главное, это у нас мелкая соломка и набор продуктов. Набор продуктов у нас филе куриное, грибы, шампиньоны, ну это классические французские ингредиенты, сыр и лук обжаренный, который мы будем обжаривать. И вот можно сливочное масло, масло можно сливки, я предпочла сметану. И сейчас буду готовить наш жульен. Вот, друзья, все мелко нарезалось способом жульен. Лучок уже на сковородке, на растительном масле включаю, обжариваю сначала лук, потом туда добавим филе. Да, золотистого, не очень сильно. И добавляем сюда филешку. Сковородка с грибами, филешкой и луком обжаривается. Я натерла сыро, врезала в емень. И сейчас приготовлю еще ложечку муки. Окладываю сюда. И размешала ложечку муки. И теперь добавляю сметану. В жульене очень важна вот эта вот составляющая соуса сливочного. Размешиваем зелень, сметану. До единой наховой консистенции. Еще минут 5 и будем снимать. Вот такие 3 формочки у меня получились. Я выложила нашу начинку. И теперь сверху хорошим толстеньким слоем насыпаю сыр. Я оставлю мои формочки запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 20 градусов. Жульен готов. Растаял сыр, прирумянился. Очень вкусный. Пробуйте и вы. Пишите свои комментарии. Очень рада их читать. Всего самого хорошего. Продолжение следует...